Говорит Москва Ко всем трудящимся Советского Союза Дорогие товарищи и друзья Центральный комитет вей Острой болью отозвалась горестная весть В эти скорбные дни всех горького В траурном уборе нефтяные вышки Баку Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова КОНЕЦ Ордена и медали Булганин, Хрущев, Каганович, Микоян Несут почетную вахту гроба представители рабочего класса Знатные колхожники Неисчерпаемую силу гения Отдал Сталин трудящимся людям Эти руки не знали отдыха В неустанном труде Во имя народного счастья Идут маршалы, генералы, офицеры Чтобы возложить венки на гузов мира Представители героической советской армии Несут почетный караул У гроба Творца нашей бессмы Бакинские нефтяники Скорбят о том Кто пять десятилетий тому назад Собирал здесь под боевое знамя Первые отряды революционных бойцов По всей необъятной нашей стране Потрясенной великой утро Минула ночь Наступило утро Утро сменилось днем А десятки тысяч людей Все шли и шли По улицам и площадям Москвы К дому союзов Константин Рокоссовский Миллионы поляков Разделили в эти дни С советским народом Скорбь утраты Великого друга Польского народа Последняя ночь Великого прощания Великого прощания Траурный митинг открыл секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Шмоленков говорит о священной обязанности неустанно и всесторонне укреплять советское государство, обеспечивать дальнейшее укрепление единства и дружбы народов, всемерно укреплять могущественные советские вооруженные силы, обеспечение дальнейшего расцвета. Дорогие товарищи и друзья, трудно выразить словами чувства великой скорби, которые переживают в эти дни наша партия и народы нашей страны. Все прогрессивное человечество не стало Сталина, великого соратника и гениального продолжателя дела Ленина. Ушел от нас человек самый близкий и родной всем советским людям, миллионам трудящихся всего мира. Отметив величайшие исторические заслуги товарища Сталина в деле освобождения трудящихся от гнета и эксплуатации, в вооружении партии и советского народа, в величественной программой строительства коммунизма, «Товарищ Берия говорит о том, что напрасны расчеты врагов советского государства на то, что понесенная тяжелая утрата приведет к разброду и растерянности в наших рядах. Мы должны еще более усилить свою бдительность, как учили нас великие вожди Ленин и Сталин». «Коммунистическая партия и правительство Советского Союза не пощадят своих сил и своей жизни для того, чтобы сохранить стальное единство рядов партии и руководства, крепить нерушимую дружбу народов Советского Союза, грабит могущество Советского Союза коммунистического общества». «Далее товарищ Молотов говорит о том, что товарищ Сталин, вся жизнь которого освещена светом великих идей вдохновенного народного борца за коммунизм, не только осуществлял повседневное руководство социалистическим строительством, но и вооружил партии и народ». «Незабываемые минуты великого прощания». «Он вечер» Отдавая последние воинские почести, великому вождю и полководцу, генерализмусу Сталину, проходят по Красной площади войска. Субтитры создавал DimaTorzok